Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях по традиции отец Александр, протерей Свято-Никольского собора. Отец Александр, я приветствую вас в нашей студии. И думаю, что все-таки стоит начать с поздравления. Сегодня все-таки большой праздник, и мне понравилось, о чем вы говорили, в областном русском драматическом театре о грамотности и хорошем почерке в день Кирилла и Мефодия. Да, конечно, хотелось бы всех поздравить с этим большим днем, с днем письменности, с днем культуры, потому что невозможно себе представить, что бы было с нами, если бы мы не имели бы своей письменности. Ведь вся эта история, все те навыки, которые мы имеем, это благодаря тому, что у нас есть книги, что мы можем прочитать, можем оставить, можем передать потомкам те свои знания, свою культуру, свои какие-то мысли, размышления и прочее. Поэтому, я думаю, сегодня день святых Кирилла и Мефодия, в который мы их благодарим, мы молимся за то, что они сделали и совершили. Я могу сказать, что, наверное, редакция Рабата сегодня тоже должна отметить праздник, печатный праздник. В общем-то, от них пошло слово, печатное слово. Отец Александр, я вас пригласила несколько по другому поводу. Последние денечки учебного года. А вы у нас все-таки практически многодетный отец. Начинаются каникулы, заканчивается учебный год, начинаются каникулы. И вот как вы считаете, отпуск с ребенком – это отпуск? То есть у детей каникулы, у взрослых отпуск или нет? Ну, тут по-всякому бывает. Дети разные, события разные, обстоятельства и прочее. Но я думаю, что летняя пора, она, конечно, несомненно, нужна. Нужна и родителям, чтобы побыть почаще с детьми. Нужно отдохнуть от тех экзаменов, каких-то школьных заданий, домашних заданий и прочее. Нужно побыть с детьми вместе. Родители домашние задания тоже напрягают? Ну, а как же. Это, по-моему, даже больше волнуются, делают, чем сами дети. Я не знаю, такие предметы, как рисование и прочее, они только для родителей. Исключительно для родителей. Да, они труд какой-то там что-то вырезать. И это дети как-то мамы. То-то-то-то это в 9 вечера или в 10. И все, ты как хочешь рисуй, выдумывай, твори и так далее. Ну, вот, слава Богу, школа заканчивается, конечно, это радость такая вели. Но это еще пора такая немножко опасная, потому что кто-то не идет в отпуск, у кого-то нет возможности за детьми следить. Поэтому нужно все-таки, ну, я думаю, в первую очередь помолиться, чтобы Господь как бы сохранил, уберег от каких-то таких вот необдуманных поступков, действий и так далее. Но, с другой стороны, это радостная пора, что можно провести дорогоценнейшее время, а сейчас день очень такой длительный будет, большой, а солнце садится поздно, провести с детьми, побыть с ними, побыть друзьями своих детей, пообщаться, узнать, чем они живут, какие-то планы новые и так далее. Потому что это очень важно. И в дальнейшем это все будет сказываться. Некоторые спрашивают, стоит ли ехать в отпуск, сейчас очень сложно, дорого и так далее. Ну, я не знаю, у каждого, опять же, свои какие-то возможности, потребности. Я просто знаю одну хорошую, как бы, мудрость или поговорку такую. Когда у старца спрашивают, вот, стоит ли тратить деньги на отдых, на какие-то там мероприятия, на какие-то поездки, там, паломнические или такие просто отдохные. Но он говорит, ну, можно, в принципе, не тратить деньги, тогда ты станешь, можешь стать самым богатым человеком на кладбище. Вот, ну, как бы, понятно, что. Деньги, они важны, но впечатления важны еще больше. И то, что мы сейчас посеем в своих детях, все те знания, все те, вот, не знаю, вещи, которые они сейчас увидят, услышат от нас, в дальнейшем они очень пригодятся. Пригодятся им для выбора своей профессии, для какого-то развития личностного, духовного, для того, чтобы, ну, было доброе воспоминание о своем детстве. Что, вот, как родители о них заботились, я думаю, и они будут заботиться потом о своих родителях. Поэтому это необходимо. Единственное, что, ну, кто-то поедет в Тюлькубас рядом, кто-то пройдет, просто погуляет по городу в парке, кто-то, может, куда-то дальше сможет уехать. Но провести с детьми это время, конечно, необходимо. Выделить, оторвать от своей работы, от своих каких-то личностных вещей, а побыть с детьми это необходимо. Отец Александр, я знаю, что вы ездите в отпуск исключительно всей семьей, да, и, соответственно, с детьми, да? Да, стараемся, по крайней мере. Как получается не раздражаться, не гневаться? Не получается не раздражаться, не гневаться, нет, просто получается иногда сдерживаться, иногда нет. Всегда это раздражение, конечно, присутствует, ну, просто понимаешь, что что же ты сделаешь, ничего вот не поделаешь. Нужно просто какие-то вещи перетерпеть. Есть тоже одна такая мудрость. У одного старца спросили, как вот относиться к тому человеку или иному, как относиться к тем поступкам, которые они делают и так далее. На что он ответил, из бутылки можно вывести лишь только то, что там было налито изначально. То есть, если ты наливаешь из бутылки, и там течет вода, как бы ты ни хотел, вино оттуда не польется или сок. И одного твоего желания мало. Вот так и так человеку. Мы хотим то-то или иного от того или иного человека. Но вот он как-то не способен другой, кроме того, что у него уже есть. Вот ты как-то проще к этому относишься. Но с детьми, да, они, наверное, не способны дать то, ничего больше, кроме того, что мы в них вложили. Да, то, что ты налил в эту бутылку, то оно и течет. И если же тебя что-то не нравится, не устраивает, ты пойми, что это на самом деле виноват только ты. Ты чего-то не додал, ты что-то не доложил и так далее. Исправляйся, вкладывай, и ты получишь это, столица вернется. А еще раз говорю, раздражаться не получается. Получается сдерживаться или не сдерживаться. А раздражение внутреннее какое-то, это всегда будет. Но все, что раздражает в детях, это твое зеркало. Это то, что есть в тебе, и тебе это надо исправить. Вот, наверное, отпуск самое время, да? Заняться. Да, а что еще делать? На работу ходить не надо. Ну, ты справляйся, проведи это время все-таки с пользой. Не просто лежа на диване, а поиграй с детьми, еще раз говори. Какие-то общие мысли, действия, слова, чтение каких-то общих книг, провести досуг вместе, пообедать, куда-то пойти, пообщаться, побыть друзьями, искренними друзьями, теми, которые любят друг друга, понимают и так далее. Потому что это все пригодится. Пригодится и тебе же, пригодится детям, пригодится в жизни в дальнейшем. Как дальше жить и что делать, что творить. Ну что ж, отец Александр, спасибо за ваши советы, за ваше разъяснение. И, пожалуйста, пожелания горожанам на сегодняшний день. Всех хотел бы поздравить еще раз с праздником. И маленькую, я уже говорил, ту причину рассказать еще одну по поводу отдыха. Что был чемпионат, скажем так, лесорубов. И вот два финалиста, большие, сильные. Вот один с одного конца леса рубит деревья, другой с другого. И вот слышно только эхо, удары топора. И так тук-тук, тук-тук. И вот с одного конца замолчал. И этот тот человек, который был его противником, думал, ну все, он, наверное, отстает. И он еще сильнее стал бить и так далее. В конце концов, когда все произошло, оказывается, тот, кто стучал непрерывно, он проиграл. И тот говорит, не может быть. Ведь все слышали, что я бил непрерывно. Я все время валил эти деревья. Он отдыхал. И все говорят, да, действительно, он отдыхал. Было время, когда не слышно было звука его топора. На что этот отдыхавший сказал, да, был такой период, но я в это время топор затачивал. И получается, что он победил, хотя и отдыхал. Поэтому пожелаю всем прихожанам, ну, нужно иногда затачивать свой топор, остановиться, отдохнуть, заточить и трудиться дальше, и пользы будет больше. Поэтому в отпуск отдыхайте. Отдыхайте. Посвятите его все-таки чему-то светлому, хорошему, доброму. Есть поговорка, работа не волку, лезь не убежит. Это как раз про этот случай. Да. А все остальное управится. Все. Я вас благодарю. Конечно же, свежий номер Карабата. Спасибо. Как всегда, да. И друзья мои, всех с наступающим отпуском. С праздником.